всем всем привет сейчас хочу снять видео про о пряжи обзор пряжи сделать но прежде хочу вам показать какой снег у нас выпал сейчас правда уже ночь смотрите вот какие сугробы видите кот мы лазил просился и вон вся всяма весь мой огород все покрыла снежком и хорошо покрыла девочки мальчики вот город наш сейчас уже немножечко видно город а то был все как знаете в дымке какой-то но снег я хочу сказать он миленький миленький но еще сыпет моя собака сидит в будке сегодня целый день я вечером выходила там очищала очищала вот тут он видно вот на первом этаже видите очистила от дверей и на втором и возле собачьей будки она же сидит я там почистила собака хоть вышла пописать а то она сидит в будке и не выходит из-за снега кормила ее и думаю иди в туалет хоть сходи вот такой у нас выпал снежок вы видите весь огород все все в снегу девочки я думала за зиму мы не увидим снега вот завтра мне идти в больницу представляете по такому снежку ну шикарно хотя бы немножко мы увидели снега вот так девочки где-то началось таяние весна наступает а у нас я даже сегодня птичек не слышала они все попрятались он собаку соседа гавкает сейчас на ту сторону вам покажу где моя жулька сидит и пойдем смотреть обзор пряжи вот через окошко я сфото сниму вернее видите будка и палас закрыт вон я все почистила вот здесь возле будки по отметала снежок он сугробики вот представляете какая сейчас вот красота особенно у нас здесь тишина и все так завтра завтра я схожу в больницу приду и может быть выйдем если будет тихо то надо погулять я вон ей прикрыла шубейкой вход то чтобы ей туда ну я так пощупала она теплая жули сама горяченькая и у нее там постели на все вот но шуба еще прикрыла мало ли чтобы ночь не выдувала то вдруг поднимется опять ветер чтобы собакой за нее тоже переживаю чтобы ей было хорошо вот такой снежок мои хорошие сейчас дверь открою посмотрим вот видите вот возле калитки очистила здесь уже не буду выходить вон снег красота красота да мы как эти одичали без снега вот он вот он вот он лежит вот я говорю вера как хорошо бы сейчас выйти погваляться покататься он моя елка она в снегу но вера приболевшая и я только переболевшая поэтому не будем этого делать вот так вот девчонки пойдемте пряжу смотреть всем привет девочки смотрите какая красота вот я шла видите мои следы остались я вчера вышла вечером небольшой роличек там сняла прям чуть-чуть снега девчата это что-то зима настоящая вот 10 утра я бегу в больницу буду идти за результатом вот бегала собачка какая-то видите я иду потихоньку правда мне вчера написали у вас дорога боевая нету ничего для спуска нет никто дороги не делает девчата советское времена люди сбрасывались и делали а сейчас кто будет сбрасываться все дорого материал дорого вот моя соседка уже прошла огород убирала убирала все занесло снегом вот очень красиво воздух свежий свежий видите город как хорошо сегодня видно вон дома а небо девочки чистейшие и птички поют вчера они не пели они вчера бедные были спрятаны где-то и жулька моя сидела целый день в будке да даже и сегодня она вот я сейчас пошла она в будке еще сидит вот моя тропа видите сколько снега насыпало я вчера вечером выходила и от будки и от дверей отгребала немножко по отгребала а это думаю растает везде мне чистить не надо по двору потому что это площадя такие замучаешься их вычищать само растает снежок и будет нормально вот я вчера все же сняла про пряжу ролик два раза снимала первый раз сняла и удалила и говорю дубль два спасибо девчат всем кто посмотрел за ваши комментарии спасибо мои дорогие вот это прям вот знаете жизненный тонус поднимает когда чувствуешь обратную связь и вы пишете стараетесь сейчас девочки минутку вот тоже соседи уже пробежались на работу люди ходят вот у нас это неделя каникулы а я сейчас бегаю в больницу заберу результат вчера читала вечером новости Владивостока город стал в пробках ну снег ну снег такой снег насыпал а у нас же одни сопки конечно сразу аварий очень много произошло думаю господи нет такой необходимости на личном транспорте вот выезжать вон соседка видите машина на приколе а зачем лучше на таком транспорте куда-то доехать день-два потом все стабилизируется я вчера рукавчик вязала ну одну треть рукава девчонки я связала там меня сегодня спрашивают я утром прочитала а в платье-то можно в школу вере ходить нет девчонки ну так после занятий-то может она одевать допустим его а на уроках у них черный низ белый верх и у них такие жилетки в основном вот девчонки первый раз я уже упала хорошо так завалилась расслабляйся Таня и падай сразу вот смех и грех только завернула поворот девочки я уже вот только повернула и упала девчата на бок завалилась одела же сапоги и иду иду с вами думаю время не теряем идем и разговариваем ну и что уже подскользнулась один раз улетела надо смотреть надо смотреть и аккуратно идти вот одна зима у нас была вообще все во льду помню и мы ходили только в обход мелкими-мелкими шажками я помню водила в школу или или второй или третий как раз класс веру утром водила потом ходила встречать ну вот я упала на том месте меня спрашивали в этом платье сможет вера ходить в школу нет девчонки у них темный верх белый о темный низ а белый верх форма ну такая или в клетку она покупная или же однотонно коричневая но в форме они ходят осень раннюю и весну а вот в зимний в отопительный сезон им разрешают одевать они ходят вот джилегинсы гляньте красавица вот она но она уже на своем пути гуляет ну и что ты ушки поджала пойдешь меня теперь провожать дай ну пойдем привет пойдем вот а так у них безрукавочки вот эти коричневенькие они носят ну и зимой разрешают там свитерки или кофточки что-то ну так тепло в школе вот она моя красавица видите кого-то уже наверх проводила сейчас проводит меня вниз собака такая добрая пишут тоже как-то ее китайцы не съели да не все китайцы едят девочки среди них тоже есть нормальные вот которые любят животных вот у нас русские едят есть живодеров хватает понимаете вот что в чем суть суть в самом человеке вот мы вот ходили сейчас она еще джинсы не одевала вот немножечко будет жарко вот в этих штанишках они же как бы с начесом будет одевать в школу джинсики а там будет снимать юбочку одевать даже леточку школа хорошая бывшая школа интернат а сейчас она просто школа она девятилетка девочки ну после девятого класса будем поступать да и сама учительница говорит поступайте после девятого потому что легче десятый класс вот эти ЕГЭ детей стращают пугают сами знаете переживания сколько это же ужас ну пока вот пока мечта одна пока она не изменяет ей а там девчата бог ее знает поживем увидим кем моя дочь вырастет кем станет лишь бы была здоровая я считаю и счастливая судьба была благосклонна к ней остальное все приложится хомут то на шее он всегда найдется и профессия найдется вон вон моя сутка все же у нас тут хорошо тишина хоть я и упала но артистка завалилась но я так мягко упала и телефон у меня выпал с руки но это не страшно вот девчонки я так считаю конечно чтобы наши детки хочется жили лучше чем мы веру и так судьба наказала в детстве поэтому я стараюсь ей дать как можно больше чтобы она почувствовала вот это вот детство в детстве она у меня с шести лет купалась в этой любви я умирала об ней я же рассказывала моя дочь старшая ревновала даже даже ревновала были разговоры я говорю дочечка моя я вас как любила так и люблю она мне все время говорила ты за нами так не тряслась ты за нами так не тряслась я говорю да тряслась только я была молодая и вы маленькие вы этого не можете помнить а Вера появилась маме было 52 года отношения девчата осмысление жизни в этом возрасте вы сами знаете совсем другое и ты уже относишься вот Кристиночка родилась отношения совершенно совершенно другие детям да и вообще к жизни мы были молодые горячие вспыльчивые где-то неразборчивые где-то безбашенные все бывало не подумав сделаешь а потом ах-ах так получилось ну каждый проходит девчонки свой путь и от этого никуда не уйти я когда говорила Вере вот сделай так сделай так она я сама я сама не маленькая была я говорю ну да сама сама будешь идти по жизни будешь набивать шишки будешь на них учиться а когда уже шишек набьешь много тогда подрастешь осмыслишь скажешь а ведь мама говорила а ведь мама была права мы же это же дорожку уже протоптали вот так девчат да это наверное с поколения в поколение идет такое вот тут уже видите все растаяло дороги но машинами разветываются я вниз уже спустилась сейчас на автобус и поеду на Чуркин поеду на Чуркин оттуда заеду опять же мне через луговую что-то рыбке хочется может быть какой-нибудь камбалки купить пожарить у меня еще две штуки горбуши лежат в холодильнике я что-то приняла ну мы как-то наелись рыбы и это притормозилось а вот камбалку я бы с удовольствием пожарила и картошечки пюре бы сделала ну зайду на рынок гляну если будет хорошая то я обязательно наверное куплю хоть несколько штучек нам штучки три купить и достаточно вкусно сесть и поесть пожарить жарешки вот какая грязюка вон день два девчата снег наш весь растает только грязи наделает потом на сопку придется ходить вот по этой вот каше каша будет все будет на обуви ну че девчонки включусь уже наверное на луговой девочки уже час дня я пришла домой видите здесь все растаяло на солнышке с крыши бежит в городе снег уже почти весь растаял ну там машины ездят у меня вот еще в огороде видите снег прям лежит хорошенький вот а в городе вот где солнышко видите его как будто бы и не было я получила результаты от холтера он как с крыши видите бежит ручей мне здесь раньше бочку ставили но она продырявилась и надо какую-то бочку снова сюда искать и ставить потому что все время вот так вот дожди и вода бежит сюда сейчас я взгляну что там на крыше с крыш сбежала собаки вон бегают в следы с крыш бежит вода вовсю в огороде то снег еще лежит но он день и уйдет тепло тепло на улице я зашла на луговую в рыбный магазин купила рыбки сейчас отдохну пойду таблетки выпью первым делом я утром опять забыла лекарства попью чай буду готовить хочу сделать рыбы в духовке и картошки пюре прям вот хочу видать мой двудненный голод дала о себе знать вот желудок прямо просит вон ручей прям бежит нам что-то туда поставить бочонок что-ли с сарая принести ну а вдруг будет мороз ударит он замерзнет вот что а так течет все вон и птички появились в небе и поют небо чистое сегодня город видно девочки вчера все как в дымке было видите вон наш город поехала люди бегают суетятся по магазинам в рыбной зашла народу никого но камбала не было желтобрюшки была жировая я ее не люблю там кушать нечего она тоненькая еще когда жаришь она выжаривается и там одни кости получается что там кушать вон на сопке видите снежок как он как бы лежит ну я говорю сейчас солнышко день-два и ничего не будет только грязи наделал девчата за холтер спросила эту женщину что мне результат отдавала я говорю скажите вот мне а то говорю пока до врача буду переживать что там у меня но она так почитала тахикардия или синокардия что-то сказала у вас изменения в сердце в общем в дневное время суток у меня пульс не прослышивается очень тихий пульс ну я знаю даже на операции врач у меня не сразу прощупал пульс что пульс не все слышат я бывает его сама не слышу а в ночное время как бы когда я отдыхаю сплю без изменений по по возрасту вроде как так и положено ну короче не знаю она сказала вам надо идти к врачу вот завтра же у нас суббота врач не принимает мой воскресенье вот два дня еще а в понедельник я уже пойду как повторно без талона к ней приду врач наверное глаза на меня вылупит скажет ты где была красавица чуть не год вот больше я так конечно поступать не буду буду хотя бы раз в полгода ходить надо себе прям задание дать раз в полгода Таня сходи обследуйся без всяких яких хочется не хочется а это уже нужно делать никуда от этого не деться конечно поэтому я немножко постояла остыла пойду сейчас раздеваться рыбу разложить что в холодильник что буду готовить и надо пойти жульки там постелить она Вера звонила говорит мама она сидит там на улице сейчас загляну нужно ей там тряпки постелить чтобы она не на голые этой перевязки долежала собака то моя вот все убрать у нее там моя дорогая сейчас мама сейчас тебе постелит подожди секунду ну вот я ее почистила хоть оттуда шубейку ее постелила теперь она будет лежать хотя бы на жуль жуль ложись на тряпочку нанюхивает и подняла вот этот полок видите она вся свалялась она никак не хочет в будке ей жарко очень жарко ну все она будет лежать на тряпочки а я пошла домой девочки все там покажу вам что я принесла девочки хочу показать вот что я купила из рыбы я взяла алютерскую селедку вот такую три штучки но сейчас я ее готовить не буду можно в духовку можно посолить посмотрим это оставлю взяла девочки хек я его не брала с советских времен сейчас я возьму две штучки вот хека три уберу вот хек у меня вышел на 155 рублей и это пять штук да и ледка сейчас скажу три штуки на 80 рублей здесь сейчас вешу ну что-то не очень дорого и навагу я купила навагу ворошонка еще тоже на 70 рублей с головами вот такая сейчас тоже три штучки три буквально много ничего делать не буду вот две хека и три наважки я сейчас готовлю это уберу я хочу девчата знаете сейчас почищу сделаю кусочками на стеклянное блюдо луком обложу чуть-чуть там водички припустим и в духовке пропарю просто она не будет жареная она будет пареная мы поедим и картошки пюре хочу это понесу в морозильник буду готовить я все все мои хорошие вам покажу девочки я почистила рыбу немножко буквально наваги и хек посыпала вот этой приправой для рыбы добавила чуть-чуть соли потом у меня вот такая еще приправа здесь как бы для всяких блюд с травками все ну все туда сейчас перемешаю пока буду картошку чистить поставлю пюре она настоится мешаем прямо можно перчику немножко чуть-чуть слегка добавить перца добавить перцу много не надо и мясо готовим и рыбу на все практически прям вымешиваю вымешиваю перемешаю чтобы она как бы напиталась вот этим вот и потом уже в блюдо положим кольцами лук я лук люблю чтобы он такой был притомленный вера не любит а я обожаю поезд понимаете два дня голодовки мои они дают есть хочется не знаю что сегодня прям я рыбы захотела так вот пусть она вот в этой вот видите водичку уже дала полежит пока я почищу потом опять перемешаю как бы на другую сторону чтобы она пропитывалась это еще у меня останется а я начну картошку девочки чистить почищу картошечку поставлю и как раз это промаринуется поставим в духовку и вам все буду показывать девчата вот моя рыбка готова я ее вытащила с духовки вот она видите перевернула ее сейчас можно еще раз перевернуть она как бы вот в этой водичке тушилась вот это ментай а то ой наоборот вот это навага давно я так ее не делала косточки потом просто вот мякоть прям снимай а косточки хребтина вытащится а это ментай девчата тоже давно в советские времена кошачья считалась рыбка для кошек ее брали у нас по крайней мере во Владивостоке я не знаю вот она она сейчас полежит я ее крышечкой прикрою будет мягенькая картошку пюре бери хребтину вот это вот прям снимается она очень легко видите как косточки вон она распарилась вот берешь и отделяешь уже без хребтины в чашку ложить и кушать очень вкусно и лук лук он притомленный вот он картошку полить этим лучком я люблю и картошку девочки наготовила пюрешку все больше я сегодня готовить ничего не буду и сейчас кто сейчас будет кушать всем приятного аппетита вот мы с Верой перекусили только что вот пойду наверх буду стирать шаль и ее блокировать девочки заблокирую на ковре и обязательно покажу всем приятного аппетита рыба вкусная просто давно не ели может быть ну и полезная жарить нужно уже стараться меньше а вот с духовки она очень вкусная все девочки до следующего включения ну вот девочки я ее шальку свою сейчас вот отойду постирала шампунькой прям в раковине так ее пожамкала прополоскала отжала все как в ютубе делают девчата так и я сделала в полотенчике водичку вот эту лишнюю собрала и вот растянула ну строго не судите это первая моя в жизни шаль сейчас только надо следить за иголочками я вот приколола все вот с этой стороны подойду чтобы солнце так не светило девчата расцветка сногсшибательная смотрите какая красивая я думаю она высохнет будет вообще просто чудо вот он рисунок замерзшие эти листья мне очень понравилось сейчас Вера на платье довяжу буду вязать себе куртку и внученьке куртку и походу потихонечку между делом хочу еще попробовать шаль связать только крючком вот эту шаль это однозначно я еще повторю и может быть даже не один раз вот просто хочется и белую попробовать у меня есть Ализа Симли с люрексом вот такая есть знаете еще нежно нежно как бы он не желтый а вот ну такой наверно как персиковый вот такой тоже цвет с люрексом тоже у меня есть ну надо попробовать если у меня будет так получаться возможно девчонки я их навяжу и попытаюсь продать хоть хоть что-то может заработаю потому что на плечевых изделиях это в нашем городе я не знаю где их продавать во-первых и как вязать на заказ я не вяжу вы знаете я хочу вязать в удовольствие ну и по состоянию здоровья конечно а шаль мне кажется самый такой вот вариант что можно между между своими проектами потихонечку вяжи связал там несколько штучек и можно выставить на продажу ну вот девчонки пишите комментируйте я потом если если кто хочет связать такую шаль я вязала по мастер-классу замерзшие листья вяжем вместе с виарикой по ее мастер-классу я его смотрела и вязала девочки ну пусть теперь сохнет высыхает а потом я ее покажу уже сделаю обзор на нее до следующего девчата включения а может быть посмотрю сейчас я пока займусь верным платьем девочки мне лично нравится пишите как вам моя шаль но я этой работой осталась довольна вязать ее приятно несколько раз я путалась то центральную петлю потеряла уже половина до половины почти вот вот этот первый треугольник как бы и вот коричнев к белому вот сюда вот подходить вот где белая вот эта линия вот это вернее вот это я вот здесь потеряла петлю и мне пришлось все вот это распустить и заново перевязывать но не страшно но не это не страшно когда мы распускаем и вяжем снова мы только приобретаем опыт лучший а так я вязала как вот у виорики по мастер-классу без обвязки девчата там можно еще было вязать обвязку я не стала вот как у нее связано так связала и я ну пока все девочки до следующего включения пишите рассуждайте обсуждайте комментируйте я буду ждать ваши комментарии вот девочки вот платье на какой паре я связала видите вера ровненько стой вот горлышко как на вере вот дочка повернись на сторонку вот так оно сзади смотрится видите приталено все и вот рукавчик вот я набирала рукав вот с этих вот петелек 12 петелек и потом цепляла одну здесь одну здесь вот такой рисуночек по рукавчику идет вот уже ниже локоточка рукав будем делать вот ну вот так и тут вот резиночку резиночка будет вот такая как по низу идет и там здесь лицевой гладью девчата вот вот единственное вот две косички и разделительные вот здесь четыре петли и здесь по две с краю изнаночных петелек платье сегодня рукав думаю завершу а завтра постараюсь второй рукав рукав довязать поэтому этот влог я наверное буду девочке заканчивать уже у нас сумеречит а завтра я постараюсь сделать мастер-класс по кофточке ну вот платье в таком пока состоянии шаль девочки висит поправляла я иголочки очень мне нравится прям вот очень и цвета легли смотрите как красиво я просто сегодня буду заниматься только платьем но сейчас еще хочу порыться в своем вот этом шкафчике в новом посмотреть на какую пряжу у меня ляжет и в веренном шкафу для куртки поэтому дела еще есть на сегодня завтра с утра я буду заниматься стиркой и пока у меня будет все стираться я сделаю МК краткий по розовой моей вон она лежит кофточке и покажу девчонки в МК как вяжем мы именно реглан рапорт с одной стороны реглана и рапорт с другой стороны реглана крючком пряжу тоже надо сейчас подобрать чтобы она была не ярко красная потому что на красном ничего не увидим да у меня ее осталось чуть-чуть я подберу сейчас пряжу вот а на этом этот влог я закончу девочки потому что еще небольшая у меня слабость такая присутствует вот усталость как бы она не слабость может быть уже я уже начинаю кушать потихоньку понемножку ну а вот этот вот мандраж внутри что-то еще там все дрожание я не знаю как это объяснить оно еще есть кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки девочки кто не подписался подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили оповещения вот он рисуночек не стала делать по всему рукавчику думаю не хочется мне вот это вот заморачиваться уже достаточно вот этого а рукавчик будет такой облегченный вот всем желаю здоровья солнечных денечков уже весна у нас снег выпал он уже почти растаял у меня правда лежит еще в огороде сейчас я вам покажу в окошечке видите снег лежит в городе в основном на дорогах уже снег весь раз ну и вот там разбили машинами он ушел как бы а здесь вот еще у нас лежит и к вечеру прям так холодновато на улице стало я сегодня не стала стиркой заниматься думаю нет я сегодня буду вязанием завтра уже суббота завтра будем стираться а воскресенье если все будет хорошо возможно поеду на спортивку у меня же 27 именинница внучечка ей будет 4 года нужно искать подарок я даже вот в голове ничего нет что ей подарить поэтому тоже какие-то дела их надо попорешать девочки ну всем спасибо кто был со мной до конца этого видео спасибо за просмотр рекламы девчата вам спасибо за комментарии что вы мне писали спасибо за поддержку когда я заболела огромное спасибо девочки вам всем всем мои хорошие на этом я с вами попрощаюсь до скорых встреч с вами была ваша Татьяна пока пока